это игорь стечкин здравствуйте я сегодня впервые в жизни беру интервью и у кого бы вы подумали о профессор савелью сергей вячеславович здравствуйте здравствуйте я ваш большой фанат я очень волнуюсь так что как бы прошу снисхождение у меня первый вопрос я в детстве хорошо рисовал и меня звали пикассо но это было в 90 и я не мог посмотреть его картины зато у нас в кабинете математики висели картины казимира малевича черный квадрат крестьянка в поле и спортсмены я уже тогда в 11 лет смотрел на них и думал слушайте да я лучше рисую а потом я еще в недавно вот в десятые годы посмотрел картины пикассо и выяснилось что это намного лучше чем молились я хотел вас спросить насчет того как вы относитесь к этому это же не является критерием гениальности вот такие картины что это такое вы знаете все началось на самом деле в девятнадцатом веке сначала корни расскажу девятнадцатом веке многие философы считали что не все этнические группы способны к искусством одинаково что одни например способны к музыке а другие способны только живописи и как всегда в такой ситуации возникает группа обиженных как же так среди нас нет художников ну вот и сразу же появились вот эти вот выдающиеся художники абстракционисты и прочее прочее публика до известной степени начале двадцатого века это был искусственный пиар это раз это значит такое направление которое стоял в том чтобы как один из героев советского фильма говорил когда ему говорят что же вы пишете такую дрянь там классические музыканты а он говорил музыку не надо не писать ее надо изобретать вот этой коронной фразой объясняется все это с произволения сказать живопись насчет и казимир малевич и тот же самый в общем все европейские не хочу даже упоминать их фамилии чтобы не дай бог тот не стал смотреть потому что ли человек посмотревши на это будет рассуждать так же как вы ну вот такую мазню я точно сделаю но это еще даже лучше но люди забывают что художников делает них картины а их пиар ну вот это описано у многих русских художников там тоже конца девятнадцатого начала двадцатого века причем довольно подробно о том как приходят люди занимающиеся бизнесом картином это еще не было никакой советской власти и говорят вот ну вот смотрите давайте отберем художника для того чтобы из него сделать так сказать гения ну смотрят женщины сразу отпадают кому не нужны там во первых и продукт скоропортящийся там через 15 лет ножки станут дряблыми целлюлитными и как-то ее продаж потом то есть потому что продавать придется ее самой не ее картина по сути дела а вот этот значит художник аккуратный в галстуке в тройке там все строго работает придерживает классического тоже не годится уж больно он неуправляемый у него мысли там какие-то он историю искусства знает он может и послать куда подальше как-то не очень а вот этот вот который так повешен девицами полупьяный там значит от него разит вчерашней самогонкой это мухоморами как от некоторых ну вот вот такой голубец вот это пожалуйста ведущий такой необычайно растрепанный образ жизни вот это пойдет он первый управляемый всегда нуждается в деньгах заросший диком волосом как советские времена собака в парке культуры отдыха около шашлычных вот такой голубец значит да еще самец хороший девушки виснут вот это то что нужно и вот из него начинают делать там это вот такой один вариант другой вариант это давайте соригинальничаем то есть это на самом деле художников как и певцов например оперных певцов я знаю ну 20 лет назад было десяток как те которые бы снискали славу любому театру и большому и ласкали но они высунуться не могли никуда за счет так сказать денег родственников там пиара целенаправленно или каким-то особенностям физиологическим значит ряд довольно посредственных пивунов попадает в тираж то есть когда мы говорим про искусство нужно понимать какими критерии мы относимся к этому делу если отбросить вот эту всю мишуру то естественно никто про черный квадрат малевича никогда не вспомнит почему во первых это плагиат хорошо известно я приложил очень много усилий для того чтобы рассказать что был такой художник коллег который задолго до него повесил там и красные черные прочие квадраты придумал эту надпись битва негров темной комнате там или в пещере что-то такое это что это просто перерисовка и раскручивать величие на довольно убогом плагиате всемирно известным довольно мне кажется примитивно то есть это показывает что с моей точки зрения за такое с позволения сказать искусство но не очень котируется но этого мазня нелепая у нас есть актуальный искус сейчас это абстракционист называется актуальным искусом да есть но посмотрите работа худякова это действительно работа высоко художественной сделаны профессионалом с большим пониманием и чувством формы мера цвета пластики содержательные работы да они достаточно абстрактно но несодержательные ходяков то я посмотрю поэтому я не вижу никакого искусства в том что является продуктом пиар-проектов вы можете рассказать как вы разобрались с малевичем я знаю эту историю но казимир валич на это не я разобрался это была глупость как всегда у строителей пиар-проекта и даже где-то что-то в интернете где-то валяется меня пригласили туда но поскольку я сказал что вы спросил сначала я честный человек что предупреждаю вы знаете я не люблю вот этого дела которое вы пропагандируете и 123 годовщина это как раз горе что вы его отмечаете с моей точки зрения но я могу повесить работу ну давай значит это была галерея а3 москве недалеко от нового арбата куда меня пригласили 123 годовщина значит там я был из одних значит из соучастников этого проекта там были действительно люди которых серьезно к этому ко всему относятся повесили свои работы но я постарался собственно говоря соответствовать стилю вот и когда там было телевидение все ходили снимали значит этих и спрашивали у творцов чего они там думают ну я был один из последний меня спрашивают вот что у вас очень точно все соответствует а говорю ну так я просто сплю и вижу как бы супрематизмом заняться ну они издевки не поняли и говорят вот что вы хотите у вас здесь такие вот пятна шарики такой колористический ландшафт невероятный что вы можете об этом сказать я говорю ну его в цель моей моего присутствия здесь стоит в том чтобы мои картины которые вывесил помочь 4 штучки вывесил соответственно в стиле нашего юбиляра чтобы с них было хорошо видно что гистологический срез с кишки дохлого абстракциониста богаче чем все его прижизненное творчество ну вот собственно говоря что тут добавить это были снимки просто через микроскоп гистологических срезов потрошков то есть том числе и кишечник который произвел на киношниках такое впечатление вот и все но это говорит просто как о самом юбиляре как о содержательной части этого с позволения сказать искусство это было был кишечник кого-то или прям именно малевича нет конечно бы я предпочел кишечник малевича но это выдающаяся личность не всем руки попадает нет нет это было намного проще это был явно не голова это был не кишечник это был кишечник по-моему головастика но он уже превзошел кишечник художника уже даже на этом уровне так хорошо следующий вопрос и мне как молодому человеку естественно интересно размножение вот биолог пока вам это интересно вот биолог марков следующим образом определил любовь любовь это дофаминергическая целеполагающая мотивация к формированию устойчивых брачной связи насколько это с вашей точки зрения верно с точки зрения моей это идиотизм чистом виде а господин марков если вы имеете александр марков это на самом деле заведующий кафедрой теории эволюции московского государственного университета то что он в силу своего так сказать пограничного образования интересуется мозгом очень приятно его возрасте уже пора но вот поскольку явно происходят некоторые сложности с миропониманием поскольку он специалист по морским ежам причем не живым передохшим несколько миллионов лет назад для человека с его уровнем образования такой прогресс что он выучил даже слова такие как дофамин головной мозг любовь и даже но про любовь допустим я могу по нем кое-что рассказать но воздержусь так вот если этот артист пишет такие говорит такие вещи будучи специалистом по вымершим ежиком морским ну я могу только поздравить его он все-таки продолжает как-то развиваться но то что это никакого отношения ни к чему не имеет к сожалению он пусть просит у таких же коллег которые работают в московском государственном университете у них тоже там все от дофамина а как бы вы определили сушить любовь это очень сложная штука которая она носит инстинктивный характер построена на олимпической системе и которая вам про какую любовь так чтобы детей делать или так что вместе жить может быть по каждой молодым молодым людям и всегда интересует как детей делать ну или делать имитацию этого процесса ну да завлекательную вот давайте остановимся на имитации а там про долгую счастливую жизнь смерть в день отложим на будущее когда вы постареете а вот пока про имитацию про ну нету про страсти давайте про страсти но там все просто довольно вот дело в том что человеческое восприятие другого пола оно инстинктивное то есть это инстинктивно гормональный процесс регуляции поведения он очень биологичен потому что даже если взять двух шимпанзе но с людьми плохо так делать хотя иногда хочется взять пару шимпанзе и их не показывать самцу самки да ну вот но они не видят никогда самец изолирует ну вот прям самого детства с рождения то потом если выпустить их в одну клетку то самец испытывает там всякие трудности потому что он не знает как на нее забраться как в общем пристроить свои причиндалы там всячески то есть возня происходит некоторое но тем не менее через некоторое время он соображает что делать и в общем успешно запиндюривает все от этого происходит как раз обезьянки самых разных видов то есть иначе говоря что получается что для этого дела не ума не образование не воспитание не надо можно жить изолированы нет нет нужно жить с человеческом сообществе а то там совсем если человеческий мозг будет развиваться там лет до 7 вне общества ну как маугли до к сожалению после этого человек уже возвратиться назад не может потому что социальный инстинкт как я называю их своих книгах они не будут заложены и будут заложены другие инстинкты человек не сможет жить а порог это приблизительно 7 лет ну порог такой с 3 где-то до 7 8 это самое опасное но обычно в это время детей в индии выкидывали ну чтоб избавиться зачем девочки в семье глупо но сейчас уже все это наладилось сейчас цивилизация пришла и в индию и там просто прекрасная узи диагностика и аборты все очень цивилизованно добились таки своего раньше надо было зверей кормить поддерживать экологический баланс своими детьми а теперь гуманизм он произрос сразу от цивилизации это понятно ну вот если продолжать в то что у человека это инстинктивно гормональный механизм регуляции поведения врожденный и все реакции тоже врожденные они строятся из нескольких систем они значит это визуальное я уж ты еще раз говорил для этого девушки там шубки одевают для чего лохматая обезьяна значит успел успешно добывает себе пищу лохматая самка да значит она сможет вырастить потомка значит можно ее оплодотворить если у нее голень удлинилась значит чего она созрела у всех обезьян голень удлиняется момент полового созревания отсюда дамочки надевают такие подставки туфли на высоких каблуках с целью вызвать эрекцию противоположного пола другой цели нет ну вот и задирают юбки повыше но это понятно то есть это визуальные все вещи дальше слуховые слуховые это тоже очень важно тоже в лимбическую систему голос должен быть нежный и даже если это скрытая кобра и гадюка то с нежным голосом и вежливым обхождением она располагает самца к копуляции еще есть очень важные вещи это обонятельная система у нас есть вомероназальный орган а есть орган полового обоняния то есть вот в омероназальный счет по-другому называется есть орган основного обоняния то есть два у нас в именно в омероназальный или половой это дополнительный как бы основной это то чем мы нюхаем через в омероназальный орган у нас запахи мы не ощущаем но они сразу действуют на наше подсознание на ту самую лимбическую систему которая регулирует инстинктивно гормональной формы поведения то есть если девушка пониженной социальной ответственности но с длинными ножками и блондинистая ну даже крашеная это неважно почему блондинка то чем реже встречается форма самки тем большее половое возбуждение она вызывает поэтому они там все время там то губки сделают утиной клювик то еще чего-нибудь там вот жалко что мода на уши не не происходит это было очень смешно короче говоря она не мылась там например недельку ну вот и отсюда у нее в паховой области под мышками вырабатывается огромное количество феромонов воняет она короче говоря половыми феромонами которые не пахнут это не мытое тело запах запах немытого тела это совсем другая песня а здесь все хорошо здесь половые феромоны самец вдыхает мальчик ну и все и он весь ее потому что сразу меняется подсознательное отношение и вот если к человеку я вот он он такой противный но вот любовь любовь ну у мальчиков тоже в подмышках паховой области те самые феромоны тоже вырабатываются она девушек тоже хорошо действует поэтому вы знаете что иногда девица то страшная как смертная грех с кривыми ногами лохматыми там целлюлитной задницей и щелочками глазами и милым лицом похоже на тарелку с яичницей вот она имеет огромный успех почему потому что особенно в молодом возрасте половые вот эти феромоны они действуют очень хорошо и блокируют очень много вещей в сознании в осмысленном поведении то есть иначе говоря вот если весь этот комплекс звуковой визуальный слуховой визуально имея ввиду соответствие вашему образу это тоже очень важно потому что есть еще образ матери у нас инстинктивно запоминается поэтому обычно невестки похожи на мать ну кроме редких случаев такой же патологии сексуально романтической вот поэтому все это складывается если и комплекс этих впечатлений что возникает так называемая влюбленность но там есть физиологические законы по которым удаляются запахи там исчезает возбуждающие действия примерно обычно хватает от трех до шести месяцев ну вот этого всего дела потом любовь остывает вот собственно говоря все то есть это сложный физиологический комплекс дофамин но это просто убогость и незнание предмета потому что ну дофамин нам нужен например чтобы подавлять гиперактивность мускулатуры вырабатывается в черной субстанции подается по нейронам в моторные отделы головного мозга и когда его не хватает начинается что паркинсонизм какая любовь когда он действует в обратную сторону слушайте такие безграмотные сочинения при мне лучше не цитировать а то бедные любители ежиков начнут обижаться ну так нельзя я хотел спросить про то как физиологически вот вы сказали что у обезьян у них увеличивается голень она как кость вырастает что как просто голень вырастает чуть-чуть становится длиннее у нас ножки то растут вы обратили внимание что мы рождаемся маленькими а потом с большими вы заметили вы имеете ввиду что это с возрастом не в тот момент когда она фертильна а вообще нет нет с возрастом вырастает а потом она фертильность сохранять довольно долго ну там до самого калимакторического синдрома а по поводу вымироназального органа он вот этот феромон захватывает но там есть такой механизм когда просто он когда захватывает он тоже возбуждается увеличивается кровоснабжение и он закрывает свой проход гиперактивностью крови но потом спустя там несколько недель у вас активность падает он понятно что феромон разлагается он же не консервируется там и постепенно открывается и запаха новой самки или самца так я хотел спросить хотя бы в общих чертах каким образом в нейронах кодируется информация вот буква а например каким образом она фиксируется как а буква а в одном нейроне никогда не фиксирует физиологические выдумки а разбивается на много фрагментов то есть у нас есть графея поля где у нас есть 17 первичные 18 и 19 поля которые отвечают за графические примитивы другой за цвет то есть отдельно кодирует цвет другой формы память наша это не запоминание буквы а это запоминание многих признаков этой буквы а и тогда когда мы поэтому и нужно столько времени чтобы детей научить если бы запоминалось просто буква то замечательно все как у стрекозы было бы там достаточно несколько тысяч нейрон но и нужно то не только букву а нужно ее узнать во всех ее проявлениях поэтому сегодня искусственный интеллект сильно слабоумный который в компьютерах вам всем предлагают помнить буквочки такие циферки напишите циферки чтобы подтвердить что они машины потому что ужасно умный интеллект не распознает вот вам уровень искусственного интеллекта это слушайте но это просто анекдот это помылочная китайская прачечная воровство денег я даже не хочу об этом говорить много раз говорил все есть искусственный интеллект и все это бейсовский классификатор довоенной эпохи вот это весь искусственный интеллект пока ну вот и в эти буквочки распознаются как раз мы можем так сказать обобщать а компьютер не может его пытаются научить но все время получается так что если компьютеру за ногу не привязать программист который будет подгонять результат он обучиться никак не может но это отдельный разговор но наш мозг работает по другому принципу это не запоминание буквочки за кодировкой в битах этого нет ваш вопрос рожден из-за того что у вас глубоко из детства отравили двоичным кодом вы считаете что его надо вот запрограммировать вот так он так лишь нет у нас распределенная система иначе бы ваш мозг требовал бы не 10 ватт энергии у нас тут 10 ватт энергии а 10 тысяч киловатт потому что атомную станцию надо было подводить как этим псевдо искусственным интеллектом когда там более-менее средненький компьютер который стоит например там сбербанке ему надо атомную станцию пристраивать чтобы он получал энергию а у нас 10 ватт на 10 ватт такую глупость как на двоичном коде кодировка даже станут 100 до 124 битные не получится за 28 не выйдет вы сгорите как как листочек в костре под а дело в том что у нас мозг работает по абсолютно другому принципу распределенная система которая собственно говоря запоминает не только форму буквочки не только значение но и все ее фрагменты поэтому когда вы видите разбитую в компьютере буквочку вы ее легко восстанавливаете понимаете да потому что я знаю какие-то ее части вы не сравниваете как тупорылый компьютер с таким же тупорылым инженером алгоритмы бесконечный перебор давайте мы заберем забьем 10 тысяч значит в написать форм написания буквы а и он узнает ну давайте мы придумаем 10 тысяч 1 и он не узнает вот понимаете и причем спорить с этими людьми бесполезно их можно только как правильно делают хакеры грохать это все и показывать их абсолютную некомпетентность потому что логика человеческая отличается от логики машины тем что мы у нас есть целеполагание и промежуточный результат ну как машине может получить промежутный результат вот вы можете выйти покурить выпить стаканчик там увлечься длинной голенью получить удовольствие нет да могу можете а компьютер нет как он поощрит его и вы что хотите заставить его чем-то заниматься искусственный интеллект без промежуточного подкрепления никогда в жизни это просто смешно это детский сад но приблизительно как это устроено но это устроен так что это разбивается на фрагменты в разных полях мозга хранятся разные куски и на самом деле мы занимаемся таким синтезом сложным но для того чтобы в этом разобраться нужно разобраться в основном дело в том что вот у нас считается достижением дуровский там телеграмм да скодирование вот с точки зрения одного нейрона у нас 150 миллиардов это фуфло полное почему потому что у нейрона связи от 150 тысяч до миллиона при каждом прохождении сигнала через синапс которых от 150 тысяч до 1 миллион происходит крипто шифрование сейчас объясню какого уровня вот этот qr-код но это чистая туалетная бумага на самом деле по сравнению с ним почему потому что там выбрасывается например 20 синаптических пузырьков каждом из этом синаптическом пузырьков там два десятка медиаторов разных комбинациях включая дофамин в разных комбинациях и посчитайте в одном пузырьке айзен пока рассчитайте вероятность как звезд на небе а еще таких 20 еще эта вероятность увеличивается в несколько сот раз и это крипто шифрование со скоростью там 100 сигналов в секунду и чего круто и вы говорите мне как это происходит вот так и происходит потому что объем переносимой ежесекундно памяти разделенной с помощью крипто шифрования внутри одного нейрона намного сложнее чем вся эта ерундистика с телеграмм которую вскрыть не могут внутри одного нейрона одного и 150 миллиардов еще связи соответственно слушайте ну детский сад просто несопоставимые по системе синтеза информации синтеза еще подчеркиваю в чем тупость всех этих компьютерных подходов они хотят взять так информацию и загрузить мозг берет фрагменты узнаваемые загружает фрагментарно и синтезирует каждый раз поэтому вы можете синтезировать буквочку раз разделенную сеточкой а компьютер не сможет вот чем дело то есть у нас дело в том что тупость сегодняшнего подхода к искусственному интеллекту состоит в том что он пытается алгоритмизировать целые куски информации и в системах компьютерного программа не существует такого разбиения и даже этого не понимают они могут там джипегом сократить картинку так упрощенно рассказывать но даже раскрыв ее три раза из джипега она уже не будет той которая была а у нас будет она будет чуть-чуть другая но не так как джипеги потому что мы сохраняем условия синтеза там условия синтеза не сохраняется там условия воспроизведения то есть иначе говоря в одном случае вы пытаетесь сделать магнитофон ленточная в другом случае вы синтезируете каждый раз звук по неким законам по некоторым признакам поэтому вот вы читаете наверняка вы быстро читаете нет немедленно читаю вот хорошо что вы такой неразвитый потому что очень многие развитые читают а просто это проверял многократные психологи этим занимаются в экспериментах таких они очень большие доки многие читают слова если бы я побыстрее читать о них не читают они начала окончания на серединку синтезирует эта особенность нашего мозга поэтому можно быстро читать если слова узнаешь понимаете я понял поэтому обмануть очень легко то есть есть специальные тексты когда начало и конец текста очень похоже к привычным человеку словам он читает и смысл будет друг но обманывает мозг ну конечно потому что мозг он еще раз мозг патологически ленив и 10 ватт мощности нельзя украсть там 100 киловатт из соседнего распределительного щитка нету и поэтому приходится решать проблему эволюции это решалось методом довольно изощренного отбора и конечно очень скажем так направленного направленной эволюции никаких случайностей там не было насчет чтения я хотел спросить вот я читал методику быстрого чтения олега андреева и там говорили что нельзя к во время чтения проговаривать губами слова тогда будет более быстрая скорость да конечно а я вот наоборот так не могу это да не понимаю я не могу просто вот сказать он вам не обещал же понимание я не понял вот в этих во всех методиках никто не обещает вам глубокого понимания вы будете знать о чем текст но вы не по пониманию никто не говорит вы попробуйте такой скоростью почитайте гегеля нормально это роман бульварный читать такой скоростью можно где там вы следите максимум за фабулой нормальный текст так читать нельзя это действительно правда если мы не будем проговаривать буквы слова то мы читаем быстрее это факт но понимание проблематично потому что мы даже когда про себя думаем мы проговариваем слова со скоростью все раз быстрее чем говорим понимаете значит и но это нужно не для того чтобы если не того что мы такие тупые что надо этим губами щелкать а из-за того чтобы привлекая мышечную координацию языка губ гортани глотки мы запоминаем мы подключаем огромные области мозга которые позволяют нам запомнить не только воспринимать но и понимать то есть мы пытаемся переработать для переработку включить моторные центры мозга увеличим эффективность до повышаем эффективность что вам нравится быстро просмотреть но это когда вы подписываете кредитный договор можно вообще не смотреть вас все равно обманут ну вот или вы хотите понять то что читаете вот собственно говоря об этом речь я хотел спросить сразу у меня правда он дальше этот вопрос насчет левополушарных людей правополушарных людей говорят что их нет такого то есть это физиологические выдумки для психологов физиологов для того чтобы дайте себе работу основном и занятия потому что есть много случаев вот у меня было три случая за всю мою жизнь когда например отсутствует левое полушарие вообще вообще с рождения человек учился в школе кончил институт никто бы не заметил спину в аварию не попал а как это у него голова была как у меня но не было не уже это обычное дело в развитии мозга очень часто бывают такие события когда там фрагмент какой-то мозг по негенетическим причинам по морфо генетическим то есть по из особенностей развития может отсутствовать ну да ничего страшного в этом нет вот это бывает и такие эксперименты еще есть природный эксперимент к человек там в аварию попал еще что-то разрушилась понимаете вся эта асимметрия сделана была буквально на трех-четырех мозгах это сделано было некорректно и поэтому это такая же проходная вещь как на на технологии просто размерность да у нас есть полушария да у них функции со временем особенно со временем у людей различаются то есть да просто человек если пишет там правой рукой то будет одна ситуация за счет просто моторного перекрестка это нет никакой предрасположенности посмотрите на детей левшей правшей что происходит в реальности дети которые являются реальными левшами они как пишут они вот так вот водят вот пишут да это реально лишь а те которые с детства просто казались таких условиях что стали писать левой рукой это закрепилась они пишут вот так переворачивают все и вот так пишут водят это легко отличить человек настоящий природная левша точно действительно асимметрия есть у него действительно склонность или у него так и вот это по вот эти вот которые пишут вот так это как раз показывает что вся эта асимметрия является до известной степени физиолога психологической выдумкой и в случае компенсации реально проверенные как после травм и случае развития детей так сказать когда родители мягко говоря ошиблись в его полушарном превалирование а родители как правило агрессивные идиоты у таких детей бывают они заставили его там настали вот по поддерживать вот этот вариант искусственно а в пустые мозги можно залить чего хотите поэтому никакой асимметрии никакой асимметрии сознания я даже обсуждать не буду это безграмотность глупости мелкий паразитист на международных традициях которые позволяют получать гранты к мозгу это имеет очень косвенное отношение потому что то что происходит галах в головах психологов это сказать очень далеко от центральной нервной системы я работаю переводчиком и у меня был период в четырнадцатом году когда я три недели переводил там ну и днем и ночью в общем очень много переводил и однажды утром я проснулся и у меня была чудовищная мигрень именно в левом полушарии это как-то физиологически обусловлено это не связано дело в том что представить себе что вот у вас в результате работы нарушился крови у нас же в мозге мозги не болят для справки болеть там ничему совершенно верно потому что на открытом мозге когда работа можно пальцем по нажимать вы ничего не почувствуете но там нету рецепторов тем более болевых это фантомные ощущения связаны с недостатком кровообращения или обмена спинномозговой жидкости а вот почему это произошло это миллион причин это может быть особенность вашего строения сосудов может быть у вас асимметрия дело в том что там происходит разветвление артерий и они неравноценны велись их круг в основании мозга неравноценен поди по калибру сосудов что-то кровоснабжается лучше кто-то что-то кровоснабжается хуже причем это очень индивидуально только атлас вариантов кровоснабжения мозга выпущены в пятидесятых годах годах нашей стране вот такой толщины и размером то вот такой это цвет архитектонический нет 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 это атлас сосудов просто вариабельность сосудов это ибо индивидуально поэтому даже человек с выдающимися старт хроническими способностями мы бы их могли при жизни определить сас должны еще быть работающие сосуды ну да поэтому если у вас асимметрично болел надо сходить к врачу и сделать томографию головного мозга с введением рентгеновского контраста и посмотреть у вас равноценно сосуды проницаемые неравноценно то есть учитывать это но вообще круглосуточно работать вредно через две недели начинается нервное истощение это болезнь такая была в 19 веке говорили не работай не перетруждаетесь дамочка не надо читать днем и ночью толстого плохо станет но ощущение было такое вот обычная головная боль она как будто бы внешне а вот это было как будто бы внутренне ну в это это фантомы у нас так мозг устроен что он пытается с вами справиться фантом имитируя разные штучки ну вот а все время привожу питьевое поведение ну в рецептор датчика воды находится внутри мозга а губы сохнут а язык сохнет так здесь снаружи а как вас заставишь иначе пить искать вот мозг создает такую фантомную модель и у нас много таких сосудов нас может быть просто электролита надо было пойти выпить там 100 грамм коньяку и запить высоко минерализованной водой может быть у вас электролитов не хватает вообще никого отношения не имеет и нарушение электролитного баланса вызывает тяжелейшие расстройства можно может даже привести к смерти то есть поэтому причин может быть миллион надо тщательно обследовать но вообще обезьяна трудиться не любит и не надо перегибать с этим наш мозг не может работать непрерывно он может в день 4 часа интенсивной работы и если вы хотите на следующий день тоже работать если не хотите то давайте 6 на следующий день у вас выпадет ну и так далее весь день выпадет ну конечно весь день выпадут а вы что хотите вход рубль выход 3 вы два часа добавили к своему труду значит следующего дня вычли уже 6 большой привет значит вам надо отдыхать чудес не бывает это вы можете гвозди забивать по 12 часов в день это замечательно высунул язык и молоти до посинения тут все хорошо ну по по себе посмотрите когда у вас предстоит серьезная интеллектуальная работа что вы хотите тут же сделать все что угодно только на моей злима пойти на кухню помочь маме помыть посуду помыть полы постирать трусы там они знаю сделать что-нибудь полезное для человечества помочь всему человек только не работает что любое усилие мозга это колоссальные энергетические затраты организм сопротивляется потому что не хочет конечно другой вопрос вот у меня периодически бывает такое что я просыпаюсь в два часа ночи у меня активация я не могу уснуть там два-три часа например и вот все это время у меня мысли прут их невозможно потушить одно другое третье я прям не могу с ними совладать что это происходит это сны наяву вы же заснули сначала да но потом проснулся да понятно не надо так перевозбуждаться на к косну надо отходить медленно вместе вы для того чтобы был нормальный сон чтобы это не было значит ну во первых надо подумать все ли там хорошо с длинноногими блондинками это полезно прикладывать блондинку потому что она улучшает сон вот в от вас ночи даже у блондинки не будет никакого почему потому что вы нарушили самые главные циркадианной ритм наш человек должен днем находиться желательно очень желательно два часа хотя бы два часа на улице для того чтобы наработать серотонина который как известны вызывает подъем его увеличивается в дневное время но его надо накопить потому что именно из серотонина в результате двух ферментативных реакций появляется мелатонин который является гормоном сна а если мелатонин не с чего будет делать в результате вашего сидения около этого ящика лепезрического то толку от вас будет ноль вы днем будете неактивные такой будете как тень отца гамлета и ночью вы спать не сможете у вас мысли будут почему потому что спонтанной активности мозга которая начинается когда вы засыпаете достаточно для того чтобы вас разбудить то есть остаточное возбуждение заставляет ваш ваш мозг работать поэтому мы сны видим и это приводит к тому что вы просыпаетесь и вот тогда у вас там в общем прет и прет то есть непонятно что это называется мозговые полюции успокойтесь они никого не оплодотворят обычно они поскольку спонтанны и неконтролируем поэтому что нужно нужно к вечеру снижать активность и днем накапливать серотонин вот есть возможность там погулять встретить с кем-то поговорить еще что-то не делайте это в кабаке или дома где темень чтобы не видно было немытых тарелок вы как-то это на улице вот лучше погуляйте чтобы набраться этого самого серотонина он гарантирует вам хороший глубокий сон а не будете выходить на улицу потому что создать искусственно на глазах такую освещенность помощью вот этих лампочек это невозможно ну просто невозможно а связи с этим как свечение смартфонов влияет но свечение смартфонов влияет только одним способом у вас бесконечно напрягается глаза вы выжигается сетчатка то есть вырабатывается апсины всех видов сортов и вам надо компенсировать а если вы будете питаться хот-догами они черной икрой с коньяком то они будут плохо компенсировать вот и все можно ослепнуть нет ослепнуть нельзя но если человека отнять смартфон поместить в благородные условия начать кормить нормально то через две недели у него как будто бы спадает с пелена с глаз это факт а пелена имеется ввиду какая-то замутненность нет никакой замутненности нет это все ерунда просто если апсинов нет и они не могут нормально функционировать ну то есть вы не хватает икорки не баклажаны на вот и метаболитов высоко лимитирующих это шуточки но на самом-то деле нужно очень разнообразные компоненты коты из которых строятся палочки-колбочки сетчатки они же всю жизнь у нас палочки-колбочки даны на всю жизнь они всю жизнь растут у них одни членики использованные для света приемы слущиваются их там соседние клетки поедают пигмент на слое а от тела клетки нарастают и вот этот скорость нарастания определяется количеством метаболитов но еще плюс скоростью синтеза который тоже ускорить нельзя поэтому в идеальном случае сколько отпало столько и наросло лучше чтобы нарастал быстрее чем отпадал чуть-чуть и тогда у вас есть запас ресурса если вы будете все время в притирку то малейшая перенагрузка на глаза особенно это сидение в эту лабуду тыканье она конечно вызывает без более быстрый расход сегментов палочек-колбочек и никакая не пелена просто метаболические ограничения но когда они снимаются человек говорит ну все стал как хорошо видно а если обобщить то что можно посоветовать например для хорошего зрения или хотя бы для не ухудшения на для стабилизации зрения ну как нужно рыбы реликтовых пород выдержанные вина и коньяки нужно регулярно пусть не каждый день но регулярно есть короче говоря мясо рыбу птицу это желательно не произведенные на при помощи гормональной стимуляции вот это это просто тривиально потому что организм наш не ест не не берет из пищи то что ему в данный момент не нужно то есть в запас вы поесть не можете запас у вас только жир накапливается как самоэнергетично и глюкоза виде гликогена откладывается в печени то мышцы но это просто метаболическая метаболический запас организма но вы не можете на наестся съесть человек банку черной икры потом на целый год нет и организм из нее возьмет там полграмма который нужно вот данный момент а если завтра не будет ему будет взять негде даже микроэлементы которые в микро количествах не будет хватать ну будут проблемы то есть это просто вопрос баланса пищевого то есть универсального рецепта нет разнообразить свою пищу и не тренируйтесь на сосисках не надо насчет того что я просыпался среди ночи у меня была активация вот у меня есть друг ему в 14 лет там было но это девяностые годы ему кирпичом ударили в затылок у него был ушиб ножичка и сейчас он ему 40 лет и у него бывает такое что вот у меня два три два три часа посреди ночи активация и мысли прут а у него такое на по два месяца может вообще не спать но это нужно разбираться с конкретным случаем иногда по голове удачно попадают у меня был знакомый генетик которому заехали бутсы во время футбола по голове он стал абстракционистом на 10 лет и до лет на 15 он даже участвовал в бульдозерной знаменитой выставке которую срывали во времена никита сергеевича хрущева вот пожалуйста то есть как попадет он просто неудачно кирпичом попали надо было другое место но это нужно разбираться скажем конкретным случаем это вопрос медицинский это не ко мне надо понять что с ним происходит это довольно сложная задача раз он живой так я хотел спросить насчет русского языка вот в русском языке 6 падежей там есть еще склонение споряжение в итоге мы помним несколько вариантов на каждое слово и я хотел спросить с точки зрения интеллекта это плохо или хорошо если сравнить с английским языком где все только в одном варианте это хорошо мы говорим на русском языке и это помогает нам быть более умными или англичанам помогает потому что они экономят место на у нас все что ли про падежи помнят я такого не замечал да нет слушайте языки примерно более менее похоже когда речь идет о очень простых вещах для которых вообще мозгов не надо вы знаете что многие социализированные микроцефалы то есть люди с особо малым мозгом они вели вполне нормальную жизнь то есть это грамм 450 500 600 и все они говорили и на английском и на немецком и на французском языках по-разному то есть зависит того где родились выполняли функции для того чтобы вести социальную жизнь вообще не нужно много слов то 300 слов людоедки элочки это перебор а вот все что вы говорите это удел извращенцев которые думают занимаются литературой лингвистикой это такая исчезающая пленка что об этом упоминать то смешно для слушателей то есть это малозначительный факт это малозначительный факт потому что английский язык он тоже там есть много в нем красоты всякой но это красота неизвестно почти никому же там понимаете в чем дело реальных людей занимающихся английской литературой в англии и в америке их единицы то что они там пишут в основном это читать невозможно это язык это компьютерный язык скажем так это функциональный жесткий все идет от глаголов очень простой незатейливый язык можно о нем думать да можно о чем на те о технике можно думать можно удобно там все очень линейно ну вот а язык философии литература это русский уже если вы хотите что-то осознать и в чем-то разобраться учите русский господа потому что такое количество оттенков смысла которые есть в русском языке никакому английскому японскому французскому китайскому немецкому не снилось поэтому например перевода немецких философов на русский язык если эти философы доживают до этого и потом сталкиваются им объяснять что там написано будет могут я просто считаю себя намного умнее чем я на самом деле но это как я уже многократно говорил при всех недостатках перевода гоблина фильмов с английского на русский да еще неприличный это второй смысл он он вкладывает то что эти не убогие режиссеры подумать то не могли а он это за главного вкладывает в уста этих самых он ему надо там это серьезные субсидии давать потому что он вкладывает смысл которых там от роду не было он создает второй слой эти русский актер чем отличается от западного тем тем что русский актер не вот эти вот которые с лошадиной наигрыш деревенская самодеятельность с утра до ночи в телевизор скачут а нормальный русский актер он уже играет под текст а кто например андрей миронов ну нет миронов нет извините мирону миронов из этой серии попанов вот ни одного прокола не было у него пожалуйста из старых актеров там тот же любшин играет под играл по текст хочешь тирлицев играл пожалуйста у нас много было вот есть линейный как вот олег ефремов для меня это линейный актер западного типа а вот есть актеры которые с удовольствием а его сын вот несмотря на все безобразие он как бы играл под текст умел показать под текст а на западе этого не умеют вы понимаете у нас дополнительный оттенок какой-то не дополнительный оттенок а смысл который передается невербально зачастую для этого кино и есть чтобы там зрение и слух и все остальное что можно передать в россии есть такие фразы вот вам пожалуйста вопрос на засыпку а достаточно велик ли вождь быстренько смотря какой вождь а все поехали это уже к стенке вот это совершенно правильное решение потому что вы говорите да достаточно к стенке вы говорите нет недостаточно тоже к стенке а какой правильный ответ правильная стенка к стенке сразу все почему потому что фраза строится и таких много в россии это шуточки все отпускаю но на самом деле российское слово с российским словом можно выразить очень много тонкостей я не знаю как это выразить на другом языке я специально пытался разбираться как-то даже прикупил книжечку свежачок хрестоматия по русской литературе 1813 года и тогда говори ну вот сейчас у нас современный язык все уже все совершенно отлично 1813 а вот раньше это было дело совсем не так и там подборка вот такой толщины том в котором подборка русских текстов с незапамятных времен вот это очень освежает и начинаешь понимать что наш язык развивался не по пути европейских языков когда четкий смысл жесткие фразы совершенно конкретные да да он эволюционировал так в сторону упрощения но там же еще были проблемы с головой европейцы же они вели отбор и 250 грамм мозгов уменьшили своих уже тяжеловато было казалось и на языке это сказалось на упрощение языка а у нас я просто так проследил по этим текстам действительно язык усложнялся потому что задача была не в том чтобы передать краткое жестко объяснить со всеми деталями что то есть как бы и еще чтобы это не было слишком громоздкой ну да конечно поэтому появилась невероятная четкость высокая осмысленность и очень оттеночность высокая той который нету в этих языках когда переводят там с английского на русский стихи там иногда моего даже знания языка достаточно чтобы понять что то что написал это английский автор убогий переводчик за него практически написал по конве а совершенно новое намного причем это это широко известный старых времен истории таки так следующий вопрос так из того что вы видите в социальной инженерии ну или в социальном проектировании применяется ли вопрос цвет архитектоники нет вообще они даже не знают что это большинство не смогут за вами повторить это ужасное слово на как вы думаете вот я знаю что вот этот цвет архитектонический атлас мозга который сделали в советском союзе это институт фохта нет это институт мозга в москве ну вот сделал да и и делал это делали это на самом деле несколько человек формально там руководил саркисов но это красный комиссар это можно не учитывать он мозгов не знал а вот делал филимонов кононова это были действительно столпы это лучше цвет архитектоники мире в мире подобных сейчас людей в общем я назвать не могу а получилось что поэтому вопроса не было ни до ни после да конечно то есть это вообще уникальная работа конечно это лучшие в мире а вы допускаете что на западе могли закрытом режиме что-то такое сделать или они просто это взяли нет они взяли сейчас катя амундс за 150 миллионов долларов европу взяли мозги вот эти самые стереотонические серии отсканировали и теперь выдают за высокое достижение европейской науки а мация это все широко известно это классическая европейская кража с выдачей за высокую европейскую науку ну это смешно все обсуждать потому что с этим сталкиваюсь и все время вплоть до того что наши например физиологи значит переписывают там мои работы по той же самого мироназальной системе и говорят о том что причем пишут прям так что как показали американские ученые американские ученые взяли работы и теперь наши уже физиологи московского университета в наших учебниках ссылаются на это вместо вас нет но я не против я не против наука должна развиваться для всех но вот уровень воровства и так сказать мягкое заимствование он удостиг просто такого потрясающего уровня что наши переписывая безграмотно чужие учебники даже не удосуживаются проверить откуда это все взяли но это же добавляет престижа они думают что если американский то лучше конечно все что написано заграничными буквами все лучше так вот есть такой термин пост человек я его определил будут специфические признаки недостаточное количество знаний недостаточное количество синапсов и недоразвитые не укор ну зачем же про синапс этого так синапсов не надо же обижать синапсы пост человек это просто идиот но зачем придумывать новые слова просто обычный идиот обычный и того и зачем и вот это хорошо и это хорошее это наш это вся надежда человечества потому что что будем делать то вот вы представьте себе сейчас понастроит автоматических заводов их уже стало много понастроит прекрасных сельскохозяйственных комплексов где нужно 2-3 процента населения понастроит прекрасных центров где будет храниться информация а вот эти самые идиоты а куда их делать хороший вопрос как вы это видите куда они денутся сами нет сами никуда не денутся и вот билл гейтс работает над этим не покладая рук он же разрабатывает соответствующие сыворотки вызывающие стерилизацию и прочее у меня вообще большое подозрение что наши чиновники здесь поучаствовали в 90-е годы а чё у нас провал такой в населении уж не те ли сыворотки чеки к нам пришли по гуманитарной помощи которые вызывают стерилизацию в африке возможно возможно а почему бы не расследовать только я знаю что расследовать никак не получится него лучше по известным причинам даже они все живы и неплохо себя чувствуют те кто этим занимался поэтому здесь как бы большая проблема и сейчас чем дальше идет ведь люди не понимают компьютеризация это не способ процветания человечества а что это это способ его методического уничтожения это же мы же вот я все время пишу об этом книжке об этом говорю у меня уже язык стерся скоро до волдырей идет биологическая эволюция господа в биологической эволюции мы включаем телевизор и смотрим что в телевизоре я там значит шайка львиц и ленивый значит самец который их ждет пока поймают значит они охотятся на жирафа на ну жирафа там там охоты нет там я видел как я тоже не повисать толпой не 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 обязательно есть это дураки но среди львов тоже есть идиоты не надо не надо ничего обычно как все делается сидит львицы им засаде подкрадывается забегает сзади бьется со всей силы как только есть по коленному суставу поджимается на подголе не ломает и убегает естественно жирафом не справиться в одиночку ну и все этот падает сломанной ногой главное сломать ну вот по умнее они делают так а вот тупые висят кучками ну это как антропологи слабо недоразвитые любят рассказывать о том как неандертальцы охотились на мамонтов они там загоняли с копьями вот это вот шедевр слабоумие обычно пересказывают студентам это это просто катастрофа почему потому что я видел как охотятся на самом деле аборигены пигмеи метр с кепкой три пигмеи пошли охотиться на слона нормально да где копья где засадные мы это бредятина все антропологов 50-х годов которые все придумывали том в мультфильмах обыгрывали они патозы с подветренной стороны подходит подкрадываться переживают каменным ножом из там из обсидиана сухожилия ноги слона быстро отбегают всю мы просто подождать до стада на утро уйдет этот не может двигаться и он остается подходит копиями пробивая в хоботе массу дырок он истекает кровью все деревни переселяется его есть как бы в хоботе я не понял ну там кровоснабжение хорош крови много быстро быстрее сдохнет и никакого там это бу-бу-бу улюлюкани это вот это вот когда я это вижу или слышу этот идиотизм антропологический массовый причем фильмы сейчас выходят там на bbc с этим бредом вопрос бред сивы кобылы то есть люди ни разу не потрудились не то что ездить посмотреть а почитать об этом как это происходит сейчас то есть уровень деградации действительно 250 грамм не хватает и многие наши к ним присоединяются но видимо конструкция похожа по поводу билла гейтса то есть с вашей точки зрения это получается что эволюция социальная эволюция она продолжается социальная эволюция это отдельная тема биологическая продолжается вот борьба за за еду за ресурсы за все и все средства хороши ну нету никаких ограничений для львов которые пошли сожрать там жирафа или какую-нибудь импалу вкусную кстати говоря их разделяю их точку зрения жареная импала отличная по вкусу вещь вот но они не жарят правда ну вот то есть и здесь нет никаких ограничений нету нету все биологические законы они вот такие пойти сожрать импалу вместе детенышей детенышем закусить особенно приятно неужели вы думаете что законы всякие социальные приемы религии там традиции там какие-то эти сообщества полоумные же ты будут действовать но вспомните эту экологиню это тумберг это она же стала за что бороться за то чтобы торговать квотами на выброс co2 она же не стала бороться за то чтобы великое тихоокеанское пятно из пластиковых бутылок в несколько десятков километров собрать и убрать нет правильно за ней стоит люди у которых 40 триллионов долларов они хотят еще увеличить больше ничего биологические процессы идут биологические никакая это не экология это бизнес в чистом виде как наши цуцики пытались остановить постройку сахалин 2 говоря что там китам это мешает сексом заниматься пожалуй нет это все серьезно это международному уровне это для того чтобы прекратить добычу нефти то есть обескровить сахалин да наши экологи дружно с песнями там демонстрациями вопрос только у меня один как у прапорщика за два а за сколько за сколько вы продаетесь ребята вот и все больше ничего и так за что ни возьмись везде биологическая эволюция биологическая эволюция естественно и когда мне говорят там о великих социальных процессах или там про какую-то экономику какая экономика в чем вообще говорить экономика это частный случай биологического процесса эволюции то есть смена системы сейчас происходит смена системы искусственного отбора мы с вами сидим в тот момент когда будет или принята одна схема искусственного отбора виде трампа и более или будет продолжена предыдущая представителем которой формальный ну чучелом является байт и в зависимости от того какая система пойдет в этот определить на некоторое время естественно что будете тяжело но смена то никаких то формаций никаких то экономической схемы механизмов искусственного отбора больше ничего я хотел вас спросить вот вы взрослый человек вы жили в советском союзе вы могли бы экстраполировать вот как это будет вот в течение 10 лет двадцатые годы что из себя будут представлять это какие вот час который нас да вот 20 21 год и так далее здесь все зависит от масштабов скажем так осознанного поведения людей которые решают какие-то проблемы на вот потому что это медленно будет происходить или быстрее но будет происходить такая же история как происходило там в десятые годы девятнадцатого века то есть накопилось достаточно большое количество людей у которых мозг а уже отобран для других принципов я тоже называю компьютерными мальчиками девочками но те которые которых пытались сделать идиотами распространив вот эти на ладонники а для того чтобы они стали идиотами еще быстрее их учили этому всем а этого делать было нельзя потому что теперь они знают эту штуку лучше тех кто их пытался задурить и всему это приведет а к чему ну как к чему они как инженеры в конце девятнадцатого века придут к власти эти компьютерные мальчики и девочки и у них а их не то что их знания их ведут просто сложные по систему программирования которые существуют сейчас действительно серьезно там где придумывать надо они ходить на питоне там как обидима как резус пьяная вот если они действительно понимают что делают и владеют этим достаточно глубоко чтобы синтезировать то есть создавать то чего не было до них в этой системе они занимают очень хорошие позиции у них много денег много детей и это уже третье поколение это уже третье поколение а это значит что произошел искусственный отбор в их пользу в их они стали вершиной искусственного отбора тех дураков которые их вытащили чтобы на них заработать вот в чем дело они не хотели чтобы они пришли никуда они хотели на них заработать они хотели продавать результаты их интеллекта как свое время пытались заработать на производстве паровозов железных дорог пароходов и тащили инженеров давали им денег сколько хотите чтобы они оплодились размножались но через два поколения они уничтожили все полуимперские царские организации в европе буржуазная революция это что это что смена по средств производства ребят перестанете бредить это результат замены людей которые думают уже по-другому которых вы сами отобрали выписали вырастили дали им деньги да в конце они взяли власть и вы даже не заметили именно поэтому рухнули все точно то же самое происходит и сейчас кого вы могли бы привести в пример вот таких людей билл гейтс тот же какой был чем написал то а кто тогда ну пожалуйста он у нас выдающийся программист лопатин который телеграм делал который как я понимаю сотрудничал с дуро выдаю я про него фильм снял даже у нас есть такие люди просто никто о них не кричит на просто это выдающиеся программисты высшего класса то есть я преклоняюсь перед их талантом умением и знаниями их вот мой а вот ездил вот мой говорил с таким как шалы то там преподаватель через которого прошли извините шесть победителей шесть всемирных игр по программированию олимпиад по программированию шесть лучший программист которые за время делают решают те или иные задачи лучшие и еще по моему фистехи несколько есть это люди которые умеют делать то что до них никто не умел делать и делают это лучше всех у нас сейчас это огромная прослойка и эти люди они что по с вашей точки зрения останутся вне вот этой системы но если они они то их дети уже заметут веником всех этих клоунов с их нефтедолларами так что они даже не заметят этого и это происходит а причем чем дальше тем сильнее и никакая компьютеризация глобальная которая всем кажется что сейчас все будет здорово да все будет здорово но не так как вы думаете а как вы могли бы хоть как-то предположить но вы чего нет я знаю просто как это все происходит но это часть моей работы на что себя общество будет представлять по какому принципу будет искусственный отбор не скажу нет я просто честно говорю не скажу потому что часть моей профессии работаю так потому что если ты точно знаешь что будет происходить если ты не ошибаешься ты будешь на коле к на коне десятки лет прогнозируя такие события и они сбываются каждый раз и люди же пытаются не только за этом заработать многие люди пытаются этим управлять вот это управлять надо звать уже не преданных а умных так ладно как бы вы определили в чем развитие человека и животного слушать и ну животные делают все как люди но один процент людей делает то чего не было в природе общества вот вся разница то есть творчество коня как вы еще как вы докажете вы сделаете 10 детей на который будет сосать деньги у государства вы скажетесь безработному будете получать пособие вы будете трескать от сосисок до черной икры вы будете выпендриваться получив неожиданно от друга по в подарок красной феррари но вместо красной задницы обезьяны так где здесь человеческое объясните мне христом богом где тут реализация человеческого мозга хоть какая-то она должна быть в виде того что человеческий мозг способен создавать синтетические продукты то есть то чего в животном мире не делается искусственные объекты любую все все что угодно мне говорят там а вот вытащить то вытащите вы гайку как следует хотя бы с допуском в один микрон это тоже надо голову сломать я знаю как это сложно то есть люди даже реализуя какие-то простые вещи он пишущую машинку они тем не менее они занимаются творчеством вот это и есть признаки человека а если вы извините только идите гадите выпендриваетесь и размножаетесь то это к людям не имеет никакого отношения именно поэтому у нас происходит вырождение с такой скоростью элитарной молодежи ну уровень бубуинов ну что ты сделаешь ну мартышкой очки ну откуда мы узнаем про детей состоятельных людей из новостей нет мы должны же узнавать из новостей в разделе например культура ну да вот сын миллиардера нашего или арабского написал выдающийся книгу который зачитывается весь мир где нету фигура из трех пальцев вот сын у которого не было отказа занялся исследованием на прямых например грибнезубых акул глубоководных я пытался найти просто яхт очень много да в мире но я несколько раз обращался пытался найти просто мне нужно ну яхта приличная такая метров там 50 70 морская чтобы заняться отлом глубоководных грибнезубых акул ну мне там надо кое-что посмотреть у них в мозгах и в эмбриологии ну уж кажется куда дальше здесь и развлечения я готов там лекции читать на этом корабле все время своего пребывания но мне не ну нет у нас академии наук потому что это такая же как помывочная контора как все остальное то есть там денег на серьезную науку не дадут никогда это сто процентов на модные да на серьезную никогда примеров очень много могу рассказывать до бесконечности как приходилось занимать у частных лиц просто просить деньги христа ради чтобы например спасти от палеонтологический материал бесценный для просто от разграбления и вывоза всех результатов на запах просто причем ты обращаешься во все всем господам ученым которые ну при власти это кончается ничем так и здесь и нету никого из них никто из них ни книг ни живописи ни научных открыть не даже интересных развлечений в параллели с научным открытием всем понравилось как я там с гоблином пучком и там минок жарил я готов пожар сварить вам суп из акулы но ребятки надо же все-таки хоть что-то делать это не нужно потому что это не входит в размножение еду и доминантность а это значит оно не нужно нет а эти люди то нужны большой вопрос вот отсюда вот это и есть причина для сортинга в этом проблема огромная то чем я пишу и говорю потому что как только возникнет более-менее приемлемый механизм этого самого сортинга масса людей кажется неудел так мягко говоря вот для меня у меня есть такое идеалистическое представление о советском союзе но поскольку меня это коснулось дело в том что новая жена моего биологического отца она пошла в суд и просто выписала меня из квартиры и до свидания в советском союзе это было невозможно то есть человека прописали сначала на новый адрес потом выписывали старого не могло быть как я нигде не прописан с 15 года до юра бомж и у меня есть такое идеалистическое представление о советском союзе я Я хотел в связи с этим спросить у вас. На ваш взгляд, все-таки советская система, советское общество была более человечной, чем РФ-овская сегодняшняя? Да, конечно. Это не значит, что сейчас просто вы поймите, капитализм – это прямое продолжение прямой биологической эволюции. А советская система – это была откровение? А советская система – это была попытка реализовать то, о чем я говорю, церебральный сортинг по другим принципам. Я уже говорил об этом много раз, но повторюсь. По очень простым вещам. Они же хотели, что? Сеять разумное, доброе вечное. Они хотели, чтобы обыкновенный человек жил в более-менее приемлемых условиях, и ему это было гарантировано. Понимаете? Но система развалилась не от того, что у них идеи были плохие. Идеи были отличные. У них не было инструмента. Они не знали, как отбирать в руководящие органы партии и правительства людей, которые бы вели себя честно. Это невозможно, потому что обезьяны лживые и мерзкие, и вороватые. Поэтому туда приходили люди не с целью. Я просто помню это. Когда я в школе учился, после школы. Это комсомольцы. Это прищавые провинциальные идиотики, которые появлялись в Москве, и которые готовы идти было на любые подлости, либо чтобы оказаться в райкоме в ЛКСМ. То есть к распределителю. За колбасой. За колбасой к распределителю сначала в ЛКСМ. А самый главный распределитель был где? На улице Грановского. Теперешний Романов переулок в пристроечке к поликлинике ЦК КПСС. Вот это и была цель. А еще там, послушайте, что говорят эти отпрыски. Их там возили за границу все время. Опять в субботу, в воскресенье, чтобы они там в западный Берлин, чтобы развлекались и прочее. То есть они все шли в этот коммунизм, в эту коммунистическую партию, в этот комсомол для того, чтобы жить хорошо, чтобы жить за счет других. И ничего их не волновал этот народ ни одной секунды. Именно поэтому бывшие комсомольцы потом стали олигархами. Именно они собрали эту всю систему. И именно через их желания реализованы в той приватизации. Это экономисты об этом расскажут лучше. Но смысл биологический, а если бы с времен появления первых признаков советской власти начался бы направленный церебральный сортинг по конструкциям мозга, чего не хватало-то им? А чего не хватало? Это технически было невозможно? Это технически было невозможно тогда. И тогда бы они смогли отбирать людей не потому, какой у него партбилет, и никакой у него список послужной от правкома там и партийных товарищей. А по объективным качествам тогда бы проблема была решена. Не вовремя начали. Надо было на сто лет позже. Но если бы они не начали, мы бы сегодня до сих пор бы не знали ничего о индивидуальной конструкции человеческого мозга. Потому что только благодаря Дзержинскому и Шмидту был создан институт мозга в Москве, который эту проблему решил. До них и после них нигде в мире и близко не лежало. До сих пор они там межполушарный маразм, там и прочие-прочие достоинства, там X-лучи, там сейчас вон последняя душа в мозге в микротрубочках в виде электромагнитного излучения и прочий бред. Вот от этого невероятного бреда, который сейчас на Западе там процветает, мы бы никуда не ушли, если бы не тогдашняя попытка создать СССР. Создали же. Но проблема никчемными, не было объективных средств, а вот эти психологические ужимки и прыжки оказались никчемными приемами для отбора людей, которые должны были не за свой помойник бороться, а за страну. В этом все дело. Но Советского Союза нет, а вот Запад, он живет и процветает. Еще раз объясняю, биологические процессы будут всегда. Я просто хотел спросить, может быть... Запад – продукт биологической эволюции. И поэтому он только устойчивый. Ну, конечно, потому что он естественнее, но в этой биологической эволюции там нет таких идей, с которыми все носятся, там нет никакого гуманизма, там нет никакого пацифизма. Это все призывы. Ну да, имитация. Это имитация. Скрыть сущность. Нет, это не скрыть сущность, это продать как можно дороже гуманизм и пацифизм. И набить помойник одно и то же. Еще раз говорю, там нет моральных критерий неуместных. Ну, католическая церковь, там педорости и педофилия по всей Европе. Ну, господа хорошие. Это духовные пастыри. Ну, извините меня, но я не знаю, что тут обсуждать. Так, кстати, следующий вопрос. Пекинская утка, я смотрел несколько ваших выпусков, в том числе, где там рассказывается, кажется, это был в журнале Science, исследование доказывающее, что есть переселение душ. То есть, сама душа, она как бы уже существует, надо уже переселение доказать. Ну, много там было. Слушайте, это была передача, была радио «Говорит Москва», там еще при Зереже Доренко. Ну, вот, и у меня давнишняя была затея выпустить такое дополнение к научным героическим реляциям под названием «Панамские утки». Потому что, ну, «Панама» — это понятно, это в начале XX века так обворовывали бедных граждан, собирая деньги на «Панамский канал» в Москве, на «Панамский канал». А «Утки», ну, это понятно, научная утка, это тоже существует такое понятие. Вот «Панамские утки» — это квинтэссенция. Я просто брал новые публикации тогда и проводил, так сказать, достаточно глубокий скрининговый анализ, ну, в той области, в которой я разбираюсь. И рассказывал это слушателям, потому что это катастрофа. Потому что 90% западных публикаций, они это ни о чем, а 1-2% — это вот повод для комиксов и юмористических рассказов. Поэтому и была такая передача «Панамские утки». Ну, поскольку, так сказать, я больше на радио не работаю. Я когда-то на телевидении даже это предлагал, и на федеральных каналах, но они там, у них, в общем, произошел жидкий стул. Я иногда издевательски говорю в своих роликах, что там просто до революции был такой термин. Ну, когда у человека плохие, большие проблемы с дефекацией, то есть несет, короче говоря, понос. Врачи тогда говорили «жидкий стул», ну, вот, мягко. А уж когда просвещение достигло, значит, интеллигенции, они стали говорили, например, вот, «Дама Н», у нее проблема с мебелью. Я иногда тоже пользуюсь этим. Это эвфемизм. Да, да, да. Ну, вот меня когда не пустили на конференцию в Казань, там у них «Инноград», что ли, называется, у них компьютерный шабаш там должен быть. Назывался он, по-моему, «Стачка» из Ульяновска. В Ульяновске я выступал, а потом меня пригласили туда. Ну, потом неожиданно, значит, по требованию начальства, уже после того, как был рекламный ролик сделан, где я там своих любителей, моих писанина призывал, они сказали, что нет, меня позвать туда невозможно, ну, по причинам моей несовместимости, хотя я не программист. Я тогда высказался в ролике, что там, видимо, в «Иннограде» проблема с мебелью. С той самой мебелью. Да, 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 с той самой мебелью. Я хотел спросить насчет пекинских уток. Зачем они это делают? Ну, понятно, что за деньги. А кто-то гранты эти платит, они что-то не понимают, что это чушь? За что они платят? А кто платит-то? Вы посмотрите, вот сейчас давайте с вами составим универсальный грант. Просто название универсальный грант, который любой чиновник скажет немедленно дать бюджет. Как он должен называться? Ну, смотрите, значит, должны быть ключевые слова. Мы с вами их, пожалуйста. Нанотехнологический метод. Нанотехнологический метод. Генетической регуляции. Стволовых клеток при лечении коронавируса COVID-19. Все, значит, есть нанотехнологии, стволовые клетки, есть генетическая регуляция, ну и прочее, прочее. И COVID-19, ключевое слово. Ну, в смысле отсоса бюджета. Все. Ну, вот на это дадут. А если вы напишите, там, изучение механизмов эмбрионального развития головного мозга травяной лягушки, вам скажут, вы чего? Тут даже ковида нет. Тут даже нанотехнологии. Хотя все вот эти перечисленные слова, это что-то ни о чем. Поэтому чиновнику ты никогда не объяснишь, что надо дать деньги на то, что он не может своему начальству или высочайшему начальству продать в качестве высокого достижения науки. Поэтому наука на Западе давно заполнена чушью. У нас интенсивно подтягиваются, потому что в чиновники пролезают не ученые. Академия наук что-нибудь сделала за последние 20 лет? Сложно сказать. Только сказать несложно, потому что ничего не сделала. Еще и функция какая. То есть, иначе говоря, научный процесс – это когда есть результат. А то, получается, институт математики есть у нас. Там академиками все, включая уборщицы, по-моему, стали. Приосипович, да, конечно, так. Это серьезно? Да, но они… Единственное, что я знаю про институт математики, что они под балалайку хорошо поют. То есть, под гитару, прошу прощения. Они хорошо спевают. А Перельман, он один. Он решил проблему, которую институт математики решить не смог. Ну, вот вам и все. То есть, иначе говоря, когда критериев нету, когда ответственности ни за что нету, результатов никаких нет. То эти институты закрывают, а в результате уничтожают базу, в том числе и для оборонки. А, может быть, это имеет смысл как раз? Ничего это не имеет смысла, потому что люди должны заниматься не тем, чем говорят на Западе. Вы поймите, наука разрушается не от того, что у нас одни в жулике. Наука разрушается, потому что у нас критерий зарплату. Мне платят за то, что я опубликую статьи в западной журнале высокого индексового цитирования. Ку-1, Ку-2, Ку-3. Для того, чтобы там опубликоваться, мои научные все работы должны соответствовать западной парадигме. И только тогда мне будут платить в Российской Федерации зарплату. То есть я должен отбросить все, что не котируется и не соответствует западной парадигме, и писать только то, что хотят увидеть на Западе. Иначе мои статьи не опубликуют. Не опубликуют статьи, не будет рейтинга. Не будет этих Ку-1, Ку-2, Ку-3. Значит, не будет у меня зарплаты. Вы понимаете, наука уничтожается целенаправленно набором безмозглых чиновников, которые вводят систему нумерологической оценки науки. То же самое в образовании. Этот ЕГЭ, это уничтожитель. Я ушел из университета с преподавательской работой, потому что это уничтожитель здравомыслия любого. То есть и это все процветает, что вы хотите. И это нормальным считается. А насчет самого Запада. Может быть такое, что реальная наука ушла в закрытый режим, а для публики... Не мечтайте. А как? Так. А зачем они это делают тогда? В своей области они вот так и живут. А потому что избыток денег. Сейчас это все закончится. Я должен согласиться с президентом. Единственная опасность – это простудиться на их похоронах. Так. Феномен плацебо. Ну уж плацебо. Он существует? Ну, конечно. А как это физиологически обусловлено? Самовнушение. Мы внушаем себе. Особенно пустой мозг, ничем не обремененный, не знаниями. Ничто не сдерживает. Ничто не сдерживает. Вы покажите там ваши две булочки мягкого места по телевизору покрупнее и скажите, кто их поцелует в каждую по три раза, через раз, то тот излечится и от всех болезней. Если это посмотрит 100 тысяч человек, это будет одно. А если посмотрит миллион, то из них 10 тысяч вы действительно вылечится. Вот и все. Можете потом фотографии своих булочек продавать спокойно на рынке. Вы зря смеетесь. Как-то меня позвали в место, где человек попадает уже после смерти, и говорят, у нас проблемы. Потому что мужчина лечился таким способом. Он взял фотографию известного этого мага и волшебника. Кашпировского? Да, и привязал ее веревочкой к причинному месту. И в таком виде умер. Не помогло. Все равно умер. Все равно умер. Нет, он может для эрекции это делать. Но вот вам... Вы понимаете, это катастрофа уже просто. Просто катастрофа, потому что все время путается бизнес и научные занятия. А для здравомыслия у чиновников нет никаких оснований. Если бы они были здравомыслящими, то они бы взяли. Ну, а вот Кашпировский говорил, что есть некое зерно, перезапускающее организм. Кашпировский давал интервью прекрасному репортеру Александру Невзорову. Он это показал в эфире. И когда Александр Невзоров у него сказал, вы как насчет этого, он говорит, ты что, дурак, Саша, что ли, совсем? Слушайте, ну это уже просто жулье отпетое, конченое. Я вам про булочки рассказал. Ну, это тоже слабо. Это еще хуже. Потому что проблема-то заключается в том, что масса этих заклинателей в 90-е годы очень умертвила очень много людей. Потому что женщины, например, с раком груди. Ну, онкология, там много всяких вариантов. Если вовремя браться, то человека всегда можно спасти. Они шли к этим негодяям. Я это откровенно говорю. Те их заклинали там. Они затягивали. Проходило 2-3 месяца, значит, метастазы через лимфатический подмышечный проток. И все. И женщины умирали. Сколько они отправили, неизвестно. Почему их не судили до сих пор, не знаю. За это во всех цивилизованных странах заодно обращение к такому прохиндею во время того или иного серьезного заболевания снимают страховку навсегда. Все. Так, ладно. Цифровики говорят, что мы переживаем переход от экономики потребления к экономике впечатления. Вот в чем сущность... Это чушь собачья вообще. А само сопереживание, когда человек смотрит, что кто-то счастлив, и у него самого настроение поднимается. Слушайте, перестаньте эту чушку родить. Это просто ахинея какая-то. Цифровики – это кто? Ну, кто двигает цифровизацию. Они двигают получение грантов из бюджета. Так, ладно. Я вот по молодости... Нет, вам что, раздают? Вам айфон отдали? Компьютер? У меня кнопочный телефон. Нет, вы купили его? Нет. Ну, кнопочный телефон – да. Айфона у меня нет. А кто двигает-то? И как они двигают? Они вам продают вот эту вот лабуду все? Ну, продают. Чего они двигают? Куда? Они занимаются торговлей, бизнесом. Причем тут цифровики? Я не понимаю. Вообще, это обычные бизнесмены, которые торгуют лепестерическими устройствами. И что дальше? Причем с вас же берут деньги. Еще за трафик берут. Они мало того, что вам вешают лапшу на уши с утра до ночи, пытаются с вами управлять. Неумело, правда. Потому что очень жадные. Вот если были бы не жадные, научились бы. А они пытаются с вами управлять. Еще вам это продают. Управление. Они вам систему управления продают. То есть вы кролики, которые приходите, платите, и говорите, сделайте мне, засуньте чего-нибудь в голову. В очередь встают за айфон. Катастрофа. Нет, это замечательно. Все. Я за развитие идиотизма. А есть какой-то предел? Нет, никакого. Это биологический процесс. Вы все время путаете социальный процесс. Цифровики сказали. Да плевать, что они сказали. Они сказать ничего не могут. Они словов не знают. Они пытаются продавать свою продукцию. И все, что они говорят, только на это и направлено. Больше ничего нет. Биологические процессы не надо путать с высшим градусом социальных явлений. Социальные явления понять-то может полпроцента населения. А вы пытаетесь, значит, высший гамбургский счет применить к тому, кто, простите, торгует компьютерами. Смешно. Как это будет выглядеть, если будет идиотизм продолжаться, как бы нарастать, понарастать. Это не идиотизм, это биологическая эволюция. Все нормально. А как это будет выглядеть физически? Не скажу, конечно. Так, ладно. Я же с вами говорил, что я не делюсь результатами научной деятельности бесплатно. Поэтому не скажу. Хорошо. Я по молодости жил дворово-подъездной жизнью и заметил, что у одних людей от воздействия марихуана на активация, а у других торможение. Вот я активировался, мне было весело и задорно. А были люди, которые вот так вот повисали. Как это? Ну, разные конструкции мозга. Это надо к наркологам, это не ко мне. Так, тогда по ЛСД. Вот под воздействием ЛСД. Нет, про ЛСД тоже. Это все к наркологу. Это наркологические занятия. Я от этого очень далек. То есть, можно рассмотреть всю биохимию, подробно все, но это, еще раз объясняю, универсальных ответов на такие вопросы, действия наркотических вещей, сейчас даже на водку, табак, все остальное, не будет, потому что мозг индивидуален, это нигде в мире не учитывается. Все. Он как бы стандартизированный. Считается так. Ну, у них считается так. Я так не считаю. Так, а вот Билли Миллиган, феномен Билли Миллигана, у которого было 24 личности в одном мозге, они как-то, они физически в разных местах были записаны? Да нет, я думаю, что это все пиар где-то процентов на 90. Ну, ребята нашли способ заработать на чудаке, ну и слава тебе, Господи. А раздвоение личности? Это более частый феномен? Ну, это очень редко. Это само редко. Здесь дело в том, что проверка на вшивость таких заявлений, она, как правило, приводит к краху. И все эти двойные личности, это прекрасный, скажем так, повод для литературной фантазии, красивой выдумки такой литературной. Можно поупражняться литературу, описать что-нибудь так интересненькое. То есть, такой, ну, красивый литературный прием. Насколько он имеет отношение к реальности, это большой вопрос. Так, ладно, тогда последний вопрос. Полтора часа уже разговариваем. Вот есть такой в Штатах, он карточный механик. Он раздает карты, и, например, если это Blackjack, то он раздает, у него такая чувствительность пальцев, что он раздает, и один человек может постоянно выигрывать. И вот у него в детстве был феномен MindEye. Он потерял зрение, и он рассказывал, что у него мозгом он видел картинку. Она была скверная, но он видел вокруг на 360 градусов. И можно было смотреть вот так вот на руку на свою. Но жить было невозможно. Нужна собака-поводырь. Это физиологически возможно? Да, я думаю, что это обычная соматическая чувствительность пальцев. Пока он плохо видел, у них обостряется тактильная чувствительность, и все. А такие фокусы с картами у меня дедушка делал. Вот так. А сам феномен MindEye, вот эта скверная картинка, когда глаза не видят, а видят мозг, и на том, что... Надо разбираться, что они под этим понимают. Понимаете, это психологический термин, с помощью которого вам втюхают, что хотите. В чем дело-то на самом деле? Где анамнез, где результаты исследования, где состояние коры, где состояние зрения, где состояние глаз? А вот эта вот брехология психологическая, ее хочется свернуть в трубочку и засунуть известно куда. Этим самым психологам, которые на этом пытаются заработать. Понимаете, они придумывают термин пустой, который ничего не обозначает. Ищет термин к тем словам, которые существуют, термин на термин. А вместо того, чтобы обследовать человека по-настоящему, не с помощью электромагнитных колпака, тоже мне, для мыслителей. Ну, это просто, это профанация. Сейчас стоит копейки, подключаешь к компьютеру и начинаешь втюхивать о том, что ты читаешь мысли. Но это у нас полного. Ну, в университете целой лаборатории, в институтах разной целой лаборатории. Электромагнитная проводимость кожи, и там они еще импульсы смотрят, там, где возбуждаются, при этом они ничего не могут найти, на самом деле. Это все то же самое, что, там, 50 лет назад, когда было все посложнее. Вместо анализа полноценного, структурного, что там произошло, что у этого человека с зрением, что слухом, что есть масса способов объективного исследования. Они вот колпак этот наденут, и давай там мысли читать. Ну, слушайте, ну, это развлечение для мальчиков и их родителей. Купить к ноутбуку этот колпак, и пусть ребенок развлекается, чтобы дом не мешал. Вот это уровень. А у нас всерьез там выпучивают глаза, начинают рассказывать о том, как они там будут с помощью этих колпаков управлять ракетами. Бред сивый кобыл. Что не продашь, чтобы заработать. Так, хорошо. Так, мы уже перевыполнили план. Значит, спасибо, Сергей Вячеславович. Спасибо вам, что смотрели. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!